Приветствую вас. Анна, знаете, из вашего текста я не понял главного. Чего хотите вы? То есть, вообще, что вам тянуть? Вам нужны серьёзные отношения, вам не нужны серьёзные отношения. Вы хотите серьёзных отношений, но они у вас не получаются по причинам. Вы говорите, что было в прошлом у молодого человека, но не говорите, что было в прошлом у вас, то есть, какой у вас был неудачный опыт и был ли он. Или вы, так сказать, сознательно выбрали не создавать семью, не выходить в замуж и прочее, прочее, прочее. То есть, как бы это всё непонятно. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы всерьёз считаете, что мужчина хочет вас обидеть. Вы всерьёз считаете, что человек хочет ему утвердиться за ваш счёт. И у него, у мужчины, что самое главное, получилось вас обидеть и задеть. То есть, получается, что человек пощатнул вашу уверенность в себе, пощатнул вашу самооценку. За счёт чего? Может быть, за счёт того, что вы в глубине души не принимаете свой возраст, какие-то свои возрастные изменения, боитесь, что станете непривлекательной, а значит, останетесь верно. В таком случае, ситуация вполне может быть связана с тем, что единственным способом, единственным средством для того, чтобы не остаться одной, вы рассматриваете свою внешность. И если продолжать эту мысль, то во внешности вы видите основания для отношений. А значит, сами отношения вы выстраиваете, ну, на гендерной основе, то есть, не наличницей. Следующий момент. Вы пытаетесь, значит, вы спрашиваете у нас, да, зачем девушке такое говорить? Говорите, вы спрашиваете очень много вопросов у вас про молодого человека. А ну, поймите, мы психологи, мы не работаем с третьими лицами, мы работаем непосредственно с теми, кто к нам обращается. И поработать мы можем только с вами и разобраться в себе мы вам можем помочь, но не разобраться в другом человеке, потому что это нарушение профессиональной этики. Следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Исходя из того, что вы целенаправленно не допускали интимные связи с мужчиной в течение двух-трех месяцев, вероятнее всего, человек почувствовал, что у вас есть некая стратегия. И эта стратегия, она не коррелирует, не гармонично, да, у нее нет синергии с вашим поведением. Может быть, вы слишком очевидно, явно демонстрировали нежелание вступать в интимную связь из-за, там, страха, тревоги перед человеком. Может быть, вы как-то жестко пресекали человека. Но вот, как бы, я думаю, что именно, ну, не сомневаюсь в вашей привлекательности, да, я хочу сказать, что обаятельность, это в целом, умение расположить к себе человека. И гендерности, ну, влияние гендера здесь, ну, на самом деле, минимально. Потому что гендерная симпатия, гендерное влечение, это все здорово, но это не имеет ничего общего к обаятельности, понимаете? Потому что обаятельность, это такой, больше личностный, больше социальный аспект, и связан именно с умением расположить к себе человека. И, может быть, вы умеете располагать к себе мужчин, а вот личности, личности к себе располагать, вы не можете. Или можете, но значительно хуже. И в этом обаятельность ваша, ну, как бы, снижена. Я, например, вот эту вот историю, историю с некой такой жесткостью, может быть, с неким таким упрямством, с некой такой целеустремленностью, которая граничит с твердолобостью, извините, если вам это будет неприятно слышать. Ну, безусловно, вам это будет неприятно слышно, я должен это сказать. Я это все увидел в вашей фразе, все ответы оценю. То есть, вот есть некая, знаете, такая вот целеустремленность доследовательность, с одной стороны. С другой стороны, как бы, черты целеустремленности проявляются в том, что по факту произошел инцидент. А вот когда мужчина вам сказал, тот сказал, по факту произошел достаточно неприятный инцидент. Вы боитесь быть слабой, вы не раскрыли ему свои чувства, не показали, что вам плохо, вы скрыли свои слезы, вы не обиделись. То есть, у вас задача быть сильной, задача не проявлять слабо. Возможно, этот момент в поведении, когда, по факту вы, может быть, выступаете как конкурент для мужчины. Вот этой вот истории, истории, если вы не можете быть слабой, это тоже снижает вашу обаятельность. Но после этого инцидента вы полтора года с человеком встречаетесь. Это показывает, что что-либо симпатия к нему сильнее. Если честно, я в этом сомневаюсь. То есть, как бы, ну, остальные отношения находились на этапе становления. И, ну, человек, в общем-то, говорит такую довольно неприятную вещь. Вы плачете. И я не думаю, что здесь только на симпатии. То есть, вот вам, ну, наверное, перехотелось бы делать такого человека счастливым. Если только вы не потрясающий, ну, если только вы не потрясающий широкой души человек. Поэтому я думаю, что вы не захотели мужчину терять привлекательного, интересного, подходящего вам, по вашему мнению. Это тоже проявление целеустремлярности. Понимаете? И вот подобная история может, как бы, свидетельствовать о том, что... Первое впечатление вы производите весьма обманчиво. Может быть. Я повторюсь, я не знаю. Но для мужчины это снижение обаятельности. Потому что обаятельность, это мягкость, это обтекаемость, это гибкость. А, и как только мужчина почувствует, что вы, там, не настолько гибкий, что, да, вы достаточно интеллектуально сильны, чтобы не участвовать в прямом конфликте. Но, как бы, подстраивайтесь вы только, когда вам это нужно. Например, я не говорю, что это вы. То, вот, собственно, такой момент. А, и последнее. То, что, когда вы выбираете встречаться с человеком, вот, который не настроен на семейные отношения, потому что он же облегся, вот, вы встречаетесь достаточно долго, полтора года, не очень понятно, на что вы рассчитываете. Ну, то есть, по сути, у нас отношения без обязательств. Это не хорошо, не плохо, это просто факт, что отношения без обязательств. Если отношения без обязательств у вас, то мужчина в любой момент может, там, сказать, извини, пока у меня появилась другая, я с ней, там, семью хочу создать. Потому что, тут он говорит про, обжегся, извините, кроме, ну, я здесь, кроме рационализации, да, то есть, в какой-то попытке объяснить, я больше здесь ничего не вижу. Вот. Вот. То есть, для меня это выглядит, мягко говоря, сомнительно. Вот. И непонятно, чего вы хотите, непонятно, какая у вас цель, но, вот, вероятно, из-за этого еще у вас имеют место быть тревожность, то есть, вы не определились со своей целью. Вот. 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 Как бы так вот. А, значит, потому что нет поставленной задачи, есть только какое-то требование к себе и, в принципе, всё. Вот это мешает. В этом всё, надеюсь, что помог вам, желаю вам всего самого доброго, удачи, не тратя свои силы на попытку понять третьих лиц, это бесполезно, лучше бросить все ресурсы на понимание себя, пользы будет больше. Удачи! 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 Продолжение следует...